Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Курьер» в студии Ольга Афанасьева. Коротко о главных событиях этого дня. Работа баз отдыха и детских лагерей должна быть прозрачной. Расширенное совещание в администрациях города было посвящено наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам. Трамплин на большую сцену. В Новороссийске завершился всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Морской узелок». Будут отстаивать честь города на краевых соревнованиях. В Новороссийске стартовал кубок губернатора Кубани по футболу среди детских дворовых команд. От работы управляющих компаний и ситуации на дорогах до эпидемиологической обстановки на базах отдыха и лагерях. Эти и многие другие темы обсудили на традиционном расширенном совещании под руководством главы Новороссийска Игоря Диченко. Юлия Сапковская продолжит тему. Сегодняшнее расширенное совещание под руководством Игоря Диченко началось с приятного момента. Чествование новороссийской спортсменки с ограниченными возможностями здоровья Светланы Баранцевой, представлявшей наш город, край, страну в континентальном кубке по стрельбе из лука в итальянском Олбео. Ее личная победа в одном из турниров позволила сборной России занять второе общекомандное место на Кубке Европы. Спасибо, спасибо. Но не только одними победами живет сегодня Новороссийск. Хватает и проблем. В частности, Игорь Диченко обеспокоен работой управляющих компаний. Претензии со стороны власти есть сегодня как к обслуживанию домов, так и к самим собственникам жилья, которые не оплачивают потребленные коммунальные услуги. Долги некоторых новороссийцев уже превысили миллион рублей. Не лучшая ситуация и с так называемыми муниципальными квартирами. Проживающие в них люди почему-то зачастую ошибочно думают. За их квадратные метры должна платить власть. Есть, в конце концов, законодательство. И есть органы власти, которые обязаны соблюдать законодательство. И сегодня мы должны создать прецедент, хотя у нас уже один был, по выселению деплодельщиков, по предоставлению более меньшего жилья в жилплощади, если им тяжело платить за большие квартиры, муниципальные и так далее. То есть этот механизм у нас перестал работать. И те ответственные сотрудники, кто за это должен отвечать, они должны за это отвечать. Еще раз попрошу Елене Николаевне, мне выбрать по общежитию. Есть информация, что у 50% техниплодельщиков сложных имеются квартиры. Они не живут на этих комнатах, они живут в квартирах. Да, но за них эти комнаты за них не платят. Вот здесь я только знаю, за то, чтобы выселять, так сказать, выселять. Забивайте деплод. У нас есть кого-то, есть кого предоставлять. Обсудили представители исполнительной власти, правоохранительных органов и еще одну немаловажную тему – обеспечение безопасности жителей гостей Новороссийска и их имущества. Охране общественного порядка на улицах нашего города должны способствовать установленные организациями камеры видеонаблюдения, подключенные к единой системе «Безопасный город». На сегодняшний день первые 50 камер, установленные еще 10 лет назад, устарели. 15 из них собственными силами службы уже удалось заменить на новые, более современные. Цена одного устройства – 100 тысяч рублей. План мероприятий по совершенствованию уже существующей материально-технической базы безопасного города на 2018 и 2020 годы согласован с руководством УВД. На очереди еще один этап – утверждение его финансовой составляющей. О том, насколько готовы сравниться базы отдыха к приему отдыхающих, в том числе и детей, присутствующим рассказал начальник отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Новороссийске Дина Кардаилова. Проведено 4 только проверки работающих в отделе, и в ходе проверки выявлено следующее. При организации питания детей используется молочным продуктом на слое, что категорически отключается. Фактически на целом питании не соответствует... Просто не смотрят на то, что согласованы, помят, что он в голову ведет, готовят быть тем, которые хочется, или даже не значит, не помочь. Не в полном объеме представлены исследования первых качественных навыков. И за эти четыре года составлено уже 15 протоколов, в связи с этим правом нарушениях, в том числе и съемных юридических дел. На устранение всех выявленных в ходе проверок нарушений у руководства БАСУ ДХС Дравниц, специалистов отдела по курортам и туризму, администрации города, а также первого заместителя главы, курирующего данную сферу, есть три дня. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, Игорь Диченко рассмотрит вопрос о соответствии своих подчиненных занимаемым должностям. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия. Детские сады, поликлиники и амбулатории, спортивные сооружения и школы. Игорь Диченко провел очередное выездное совещание по объектам социальной сферы. На этот раз в центре внимания руководства города был Новороссийский район. О первоочередных задачах по ремонту и благоустройству сельских учреждений образования, здравоохранения и физической культуры в нашем следующем материале. Первая остановка представителей власти – центр по месту жительства Раевской. Еще весной здесь занимались 40 ребят из детско-юношеской спортивной школы КАИФа. Сейчас помещение пустует, так как требует капитального ремонта. Тренироваться в этом здании предстоящей зимой будет попросту нельзя. Необходима замена кровли и пола, установка системы вентиляции и отопления. Цена вопроса порядка 700 тысяч рублей. В качестве альтернативы этому залу в станице есть еще одно помещение, правда, также требующее ремонта. Делайте гипсокартон, потолки, эти полы. Что тут на полы, я даже не знаю. Крезинку. Но эти же не будем срывать полы. Нет, нет, все срывают. Здесь нормальные полы. А там, скорее всего, придется. Там срывать придется, да. Окна поменять, сигнализация и так далее. Ну и построить туалет здесь. На все это потребуется более 400 тысяч. Осмотрев эти два объекта, Игорь Диченко принимает решение. Отремонтировать оба здания. Еще одно проблемное учреждение – школа. В связи с увеличением количества учащихся возникли проблемы с септиком, которые не рассчитывают на большую нагрузку. Вместе с руководством управления образования, капитального строительства, Игорь Диченко также обсудил реализацию проекта пристройки на 400 мест к этому общеобразовательному учреждению. Если на той территории делать септиком стройке никак не помешает же, может, его и надо будет сделать за лето. Потому что школа, она будет только 19-й год, правильно? Если все срастается. То давайте тогда пишем устройство септика, на сколько кубок, кто рассчитает, сколько надо. Если 60 есть, ну 100, я думаю, еще оно как-то поможет, да? 100 кубов. На 100 кубов как минимум. Ирина Афанасьевна, надо просчитать стоимость этого септика. То есть, что там перелива, Ирина Афанасьевна? Определить место, да, где его можно делать, чтобы оно не затрагивало будущее строительства, чтобы этот септик никак не мешал стройке, которая будет проходить. И параллельно сразу, если мы определяем площадки, которые мы будем делать при стройке, сразу надо смотреть сети. То есть, что, какие нагрузки нужны дополнительно, что есть на школе и какие нужны допы. Семигория. Здесь первоочередные вопросы социальной сферы, обновление фасада 25-й школы и веранд в детском саду номер 76. В дошкольном учреждении, построенном еще в 1971 году, места пребывания детей в летний период еще ни разу капитально не ремонтировались. Побывав на этих объектах, Игорь Виченко дал поручение своим заместителям изыскать средства в бюджете на проведение всех необходимых работ. С особым нетерпением ждут жители поселка открытия офиса врача общей практики, маленькой поликлиники, площадью 200 квадратных метров. Она будет полностью укомплектована необходимым оборудованием, а работающий там врачи выполняет функции не только терапевта, но и узких специалистов, например, хирурга, лора, невролога и офтальмолога. Проект под будущим медучреждения уже есть, только вот в этом году Новороссийск не попадает в краевую программу. Для того, чтобы не допустить повторения ситуации в 2018-м, Игорь Виченко в самое ближайшее время обсудит вопрос необходимости строительства офиса в Севингоре с министром здравоохранения региона. И те, которые построены в Борисовке и в Кирилловке, они очень хорошо себя отправят. Тогда готовьте пакет документов. Вы его готовы отдать уже? Он уже там. Он уже там. Все уже там, да. Тогда письмо от моего имени на Филиппова, вот с этой просьбой, и мне его в руки. Зарегистрируйте и дайте мне его в руки. Желательно завтра до 10 утра. Понесите, я подпишу. Я его с собой возьму. В поселке Верхнебаканском Игорь Виченко показали базу спортивной школы «Факел». Здесь запланировано строительство малого спортивного зала, где дети смогут заниматься не только в летнее, но и в зимнее время. Все вопросы, возникшие в ходе этого выездного совещания, глава Новороссийска взял под личный контроль. Очередной объезд по очередениям социальной сферы состоится уже на следующей неделе. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия. А теперь о других событиях, произошедших сегодня в крае, городе и стране. В России предложили засчитывать стартапы в вузах как дипломы. Об этом заявил замминистра науки и образования государства Григорий Трубников на форуме «Технопром-2017». По его словам, необходимо воспитывать культуру технологического предпринимательства. В университетах должны внедряться курсы повышения квалификации, лекции, специальные программы. При этом Трубников добавил, что появление научных мегапроектов в университетах не главная задача. В 2017 году Краснодарский край выделил более 82 миллионов рублей на подключение к инженерным сетям земельных участков для многодетных семей. Такие данные были озвучены на региональном планерном совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Как отметил губернатор, предоставление земельных участков многодетным семьям является одной из приоритетных задач социальной политики края. Однако зачастую выделяемые муниципальными образованиями территории под застройку не подключены к инженерным сетям. Для решения подобной проблемы средства из краевого бюджета выделяются ежегодно, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Из региональной казны в этом году на полное или частичное подключение более тысячи земельных участков к коммуникациям уже направлено порядка 82 миллионов рублей. В соответствии с постановлением губернатора на данном этапе финансовую поддержку получат города Геленджик и Анапа, а также Кущевский и Славянский районы. Руководитель региона подчеркнул, что краевая власть продолжит оказывать содействие муниципалитетам в данном вопросе. Но и главам на местах необходимо пересмотреть подход к предоставлению земли многодетным семьям. В Новороссийске введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. В период с 20 по 24 июня на территории Новороссийска и всего Краснодарского края пройдут ливни с грозами, градом, возможно усиление ветра. В повышенную готовность приведены все коммунальные, дорожные и аварийные службы города. Под особым контролем находится работа энергетических предприятий. Автовладельцев просят заблаговременно эвакуировать транспорт, расположенный в попадающих в зоны возможного подтопления. Эти и многие другие новости вы можете узнать на нашем сайте по адресу novdefisros.ru Прямо по курсу узел морской, но это в начале июля. А пока к берегам Новороссийска причалил лайнер «Морской узелок», чтобы открыть новые имена. Фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества, получивший в этом году статус всероссийского, в четвертый раз объединил тысячи участников со всей страны. О его итогах, о том, кому досталась победа и кто примет участие в Международном фестивале молодых исполнителей «Морской узел-2017» расскажет наш корреспондент. На песенном небосклоне появились новые юные звездочки, которые зажгли своим талантом город-герой. Хотя этим светилам всего по 6-11 лет. В этом году «Морской узелок» уже шагнул далеко за пределы Новороссийска. География городов-участников расширилась. Есть Сунтуки, Волгоград, Самара, Пенза, Нижний Новгород, Ростов и, конечно же, Краснодарский край. Само название «Морской узелок» младший сын, наверное, нашего замечательного фестиваля городского «Морской узел» имеет право быть и, я думаю, будет долго жить в нашем городе. Потому что каждый раз появляются новые звездочки, новые таланты. А самое главное в жизни, наверное, зажигать эти звезды, чтобы наши дети умели танцевать, умели петь, умели показывать то, что у них в душе со сцены и не стесняться этого. В этом году «Морской узелок» получил статус Всероссийского фестиваля. Соответственно, и требования конкурсантам были весьма серьезны. Как и на главном взрослом конкурсе «Морской узел» юные артисты должны были исполнить по два номера. Условия участников должны вокального отделения, должны показать два разных характерных произведения. Одна из них должна быть либо на морскую тему, либо тема, которая связана с детством, летом и все, что детству нашему дорого сердцу. В хореографическом отделении у нас было тоже два номера. Были номинации «Эстрадный танец», «Детский танец», «Народная хореография» и «Современная хореография». Мы представляем город Станицу Петровскую. Вокалом занимаемся, ну так более профессионально. Последние, можно сказать, четыре года. Приехали на конкурс, так как уже вот брат, не первый год уже приезжает, я вот первый, который получилось приехать. Очень престижный, очень нравится, только хорошее впечатление. Атмосфера очень хорошая, непередаваемая. И очень приятно было здесь поучаствовать. И надеюсь, это не первый раз, когда получится, поучаствовать в таком хорошем мероприятии. Морской узелок – первая ступенька лестницы, ведущая на большую сцену. По условиям фестиваля, в качестве одной из наград победитель сможет принять участие в галоконцерте вместе с победителями взрослого международного конкурса «Морской узел-2017», который пройдет в Новороссийске по традиции в начале июля. Гран-при номинация «Эстрады вокал» 14-15 лет с Российского конкурса фестиваля юных талантов «Морской узелок» награждается «Трианх Бофилики» и «Леоня»! А вас СКЦ «Город Крым»! Эмоции просто переполняются, я в восторге. Конкурс замечательный, очень много талантливых детей, все стремятся победить. Я очень рада, что именно мне достался гран-при. Награда нашла каждого участника в каждой номинации. Проигравших сегодня не было. Алина Калмукова, Петр Йоркин, «Новая Россия». За ними в будущее. Накануне на стадионе «Строитель» состоялось открытие Кубка губернатора Краснодарского края по футболу среди детских и дворовых команд. За две недели, что будет проходить турнир, на спортивные Полянова-Российска выйдут 12 тысяч мальчишек. Выйдут, чтобы доказать, именно они лучшие в любимой всеми игре. О церемонии открытия турнира, о том, как он будет проходить, материал моих коллег. На стадионе «Строитель» сегодня собрались те, для кого футбол не просто игра, а смысл жизни. Для воспитанников сразу девяти детско-юношеских спортивных школ города-героя участие в Кубке губернатора – это прежде всего возможность проявить себя, показать то, чему удалось научиться. И устойчивое выражение, главное не победа, а участие здесь абсолютно неприемлемо. Задача номер один – побороть соперников, набрать за время проведения турнира максимальное количество баллов и выйти на новый для себя уровень. Соревнования будут проходить в три этапа. Первый этап – соревнования пройдут на спортивных площадках и школьных площадках. Второй этап – победители примут участие в районных соревнованиях. И уже с 1 по 3 июля пройдут финальные городские соревнования. И победители городских соревнований примут участие в краевых соревнованиях и попробуют завоевать Кубок губернатора. Кубок губернатора Кубани по футболу среди детских дворовых команд проходит вот уже в 13-й раз. И каждый год новороссийские спортсмены в возрасте от 10 до 16 лет привозят с краевых соревнований награды высшего достоинства. В том, что так будет и в этот раз, твердо убежден глава города. Несмотря на свой плотный график работы, Игорь Диченко приехал поздравить ребят с открытием турнира, пожелать им красивой игры и, конечно же, победы. Тем более, когда им есть на кого равняться. Во время торжественной церемонии открытия состязаний мэр Новороссийска вручил золотые знаки отличия трем нашим юным жителям, сдавшим нормы ГТО на отлично. Сегодня футбол набирает новые обороты. Молодежь, вы дети, вы смотрите, вы стремитесь быть похожими на тех игроков, которые сегодня делают победы на том же Кубке Конфедерации. Мы знаем, что победили Новую Зеландию со счетом 2-0. Это только первая игра. А в городе Новороссийске наш знаменитый Черноморец все равно будет играть в первой лиге. Ну и, конечно же, будем стремиться, но это в будущем высшую лигу. Все для этого мы будем делать. Играйте, стремитесь, будьте трансфер-путинтерами, как команде, потом в жизни и в работе. Успехов вам! Исполнение гимнов России Краснодарского края и Новороссийска. Кубок губернатора Кубани по футболу среди детских дворовых команд открыт. Его участники отправляются к местам проведения игр. А на поле стадиона строителей, чтобы доказать свое превосходство, уже выходят первые команды. На трибунах многочисленные болельщики. И пусть пока это в основном родные и близкие юных футболистов, но кто знает, может быть, уже через пару лет именно за этих ребят, воспитанников Новороссийского футбола, будут болеть во всем мире. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия. У меня все к этому часу. Мы ждем новостей и от вас, уважаемые телезрители. Звоните по телефону 61-29-90. Рассказывайте о своих победах и проблемах. Вы также можете стать нашими соавторами, оставив интересную информацию и видео в нашей группе ВКонтакте по адресу НВРСК РТВ. А впереди вас также ждет прогноз погоды на предстоящие сутки от Алины Дементьевой. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи на канале «Новая Россия». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире прогноз погоды на 21 июня в студии Алина Дементьева. В этот день нередко случались грозы. Это не было хорошей приметой. Гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастья продлится еще долго. А лето в городах региона нашего вещания все никак не вступит в свои права. Но все же в отдельных районах температура воздуха прогреется до 28 градусов выше нуля. В Крымске, Абинске и Славянске на Кубани столбики термометров покажут плюс 28 градусов ночью до плюс 21. Малооблачно и без осадков. В Анапе и Темрике будет солнечно и сухо днем до 24 тепла ночью плюс 21. В Керчи малооблачно возможны осадки. Днем температура воздуха будет плюс 27 градусов, ночью 24 тепла. А в Геленджике и Новороссийске температура воздуха днем плюс 24, а ночью плюс 20. Облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воды в море плюс 20 градусов. На сегодня все о погоде. Берегите себя и до встречи на канале Новая Россия.